Добрый день, уважаемые земляки! Сегодня суббота, очередной наш эфир. Ситуация за истекшие сутки радикально у нас не изменилась. Примерно у нас идет одинаковый уровень по сравнению с прошедшими сутками. На лечении в инфекционной больнице у нас находится 36 человек. Сейчас из них трое тяжелых, двое пациентов на аппарате ИВЛ, которые получают соответствующее лечение. Также у нас имеются пациенты сейчас госпитализированные в Черноземельском районе. И, как я уже сообщал ранее, в Приютинском и Лаганском районах. Ситуация стабильная. Новых пациентов пока, по данным, которые я получил на сегодняшнее время, на 8 часов утра у нас не выявлено. Результаты сейчас с Роспотребнадзора ждем. Возможно, будут новые факты и новые случаи подтверждения. Всего за истекший период у нас прошло с положительным диагнозом 46 человек, если суммарно брать. Это 43 было подтвержденных на федеральном уровне и 23 человека, которые пока подтверждены на местном уровне. Ну, пока ситуация контролируемая, то есть мы успеваем выписывать больных с выздоровлением. В то же время поступают новые пациенты. Сейчас я с утра осмотрел второй госпиталь, который мы планируем запустить в случае нарастания количества заболевших, которые будут требовать госпитализации. Он будет расположен на базе Республиканского наркологического диспансера. Сейчас уже расставлено оборудование, расставлены кровати. Сформирован штат данного госпиталя. И он готов к запуску при появлении первых пациентов, которые будут навдаться в госпитализации. В этом госпитале в основной своей массе будут работать сотрудники наших различных лечебных учреждений, которые прошли, скажем, краткий курс подготовки по инфекционным болезням. Ну, и, естественно, руководить госпиталем будут врачи-инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи, которые будут оказывать помощь больным с коронавирусной инфекцией. Сразу, чтобы не было никаких слухов и всяких недомолвок и всего остального, хочу предупредить жителей Республики о том, что я принял решение на сегодняшний день. Причем самостоятельно, должен отметить, что путем долгих консультаций и с руководством Республики, считаю, что я принял правильное решение. Я также заступаю в работу на 14 дней в данном госпитале. С чем связано мое решение? Ну, на мой взгляд, оно просто и понятно. Потому что, когда хирург работает в операционной, все врачи хирургической специальности, акушер-гинекологи, лоры, урологи, травматологи и многие другие, рискуют получить профессиональное заболевание, заразиться ВИЧ-инфекцией, СПИДом, сифилисом, многими другими заболеваниями, они работают в рамках своих профессиональных рисков. Также, когда и врачи-инфекционисты работают в инфекционном отделении, они также работают согласно своего долга и своей профессии. Для того, чтобы направить людей, врачей, медсестер, санитарок, других специальностей для работы в инфекционном госпитале, я должен иметь на это моральное право. Считаю, что таким моральным правом я буду обладать только тогда, когда сам наравне с ними в одинаковых условиях отработаю хотя бы один полный цикл, который положен отработать. Поэтому все дальнейшие репортажи, скорее всего, мои будут уже из здания наркологического диспансера, где развернут госпиталь. Опять-таки повторюсь, это мое личное решение, меня к этому никто не принуждал, и я считаю, что я поступаю правильно. А теперь вопросы, пожалуйста. Так, Юрий Викторович, вот здесь вопросы из Троицкого изолятора пишут по зарплате медикам. За март не выплатили? За март не выплатили? Как я уже говорил, что деньги идут из разных источников. Это средства ФОМСа, это средства федерального бюджета и средства регионального бюджета. То, что касается средств ФОМСа, заработная плата выплачена. То, что касается средств регионального бюджета, это сотрудники, которые работают в республиканской больнице. Деньги вчера пошли на счет рез больницы из республиканского бюджета, то есть рез бюджет полностью выполняет свои обязательства. Табели сформированы, я вчера их проверил и подписал. В понедельник эти средства придут на счета учреждения, и во вторник-среду все деньги в полном объеме, касающиеся не только Троицкого, но и работы тех сотрудников, которые работали в обсерваторе, работают в инфекционной больнице, будут получены в полном объеме. Просто средства из разных источников приходят в разные дни. Суммарно вы получите все уже на следующей неделе полностью, что вам было обещано. Сколько можно находиться на аппарате ИВЛ? На аппарате ИВЛ находиться нужно столько, сколько потребует процесс выздоровления. То есть, когда функция внешнего дыхания без поддержки аппарата будет достаточной для жизнеобеспечения организма, столько человек и будет находиться на аппарате ИВЛ. У разных заболеваний, у разных патологий, у разных организмов человеческих это происходит по-разному. Кому-то достаточно респираторной поддержки, которая 1-2-3 дня, кто-то может находиться и месяцами. Вот, дядя после инсульта, как можно оформить, нужно оформить инвалидность и с чего начать? Ну, во-первых, у вас есть участковый терапевт, который определяет механизм обследования. Если дядя после инсульта и не может самостоятельно обратиться в поликлинику, а в условиях коронавируса это делать не надо, то вы сначала приглашаете своего терапевта. Терапевт осматривает, находит показания для инвалидности, после чего врач-терапевт должен уведомить либо заместителя главного врача, либо главного врача. Формируется выездная бригада, которая приезжает и комплексно осматривает пациента, делает заключение в виде консультативных листов, которые оформляет каждый специалист, проводится необходимый перечень исследований, консультативные листы передаются врачу-неврологу, который будет оформлять части по инсульту, основной посыльной лист на АВТЭК, и в электронном виде документы передаются в АВТЭК, где ваш дядя получит инвалидность, если у него есть к этому показания. Вот еще вопрос от читателя. Достаточно ли койко-мест в инфекционке? Да, на сегодняшний день в инфекционной больнице 70 мест, там у нас находится на сегодняшнее утро 36 человек. Пока мест там хватает, но мы дополнительно сейчас развернули 36 мест, включая 14 реанимационных с аппаратами ИВЛ на базе наркодиспансера, и 30 мест с кислородной подачей мы сейчас развернули в Яшкульской районной больнице, в здании поликлиники. То есть там тоже 30 мест и тоже с подачей кислорода. То есть количество мест у нас сейчас более чем достаточно по тому течению эпидемии, которая проходит у нас в республике. Мы пока с этим абсолютно справляемся и готовы еще даже на тройном объеме. Юрий Викторович, вот вопрос из Городовиковского района. Много приезжих, можно ли закрепить специальную машину, чтобы она выезжала на вызовы к температурящим, поскольку сейчас врачи выезжают без спецзащиты. В Городовиковском районе случаев заболевания не зафиксированы. Средствами спецзащиты, которые должны быть у сотрудников скорой помощи на сегодняшний день, без, опять-таки, в клинике, без проявлений эпидемии коронавирусной инфекции, это должны быть маска, халат, перчатки, шапочка. То есть медики работают в условиях, скажем так, специальной защиты по варианту грипп. Если медики сами выезжают без масок, без перчаток, ну за это их надо наказывать. Дефицит врачей у нас ощущается практически по всем специальностям и для жителей республики. Это не новость. Но сейчас вся система здравоохранения перепрофилирована под оказание медицинской помощи в первую очередь больным коронавирусной инфекцией. В связи с чем и был прекращен плановый прием больных, прекращена плановая госпитализация для того, чтобы высвободить тех врачей, которые необходимы сейчас на передовой борьбы с коронавирусом, в том числе и ренематологи. Это ренематологи, терапевты, пульмонологи, педиатры, врачи всех профилей, готовы оказывать помощь нашим жителям с коронавирусной инфекцией. Юрий Викторович, вот интересуются наши читатели, очаги возникновения инфекции. Теперь же он не один очаг. Очаги возникновения инфекции у нас проявляются и все больше и больше, поскольку коронавирус имеет тенденцию к скрытому течению заболевания, то есть клинически не проявляя себя. И люди, которые являются уже зараженные коронавирусом, чувствуют себя абсолютно нормально и абсолютно здоровыми. Поэтому при проведении массивных скрининговых исследований, мы таких исследований уже проводим до 300 в сутки, выявляются регулярно пациенты, у которых подтверждается наличие коронавируса в крови. Отследить эти очаги на сегодняшний день уже становится проблематично, потому что первичный очаг, откуда человек получил заражение, чувствуя себя здоровым, он даже предположить не может, с кем он контактировал, поскольку он сам не чувствует заболевания. И естественно, когда у него появились первые признаки, он не знает. С кем он контактировал, с сотнями людей, от кого он это получил, тоже проследить невозможно. Проследить очаги заболевания и цепочку можно только в том случае, когда имеются четкие клинические проявления, в виде контакта с температурящим больным, в виде контакта с больным, у которого был там насморк и все остальное. А вот это скрытое течение болезни не позволяет провести достаточно четкие эпидрасследования. Мы можем устанавливать в некоторых случаях у тех больных, которые были, скажем так, выявлены нами без клинических проявлений. Периодически нам удается установить, что кто-то ехал в автобусе с зараженным больным, кто-то еще где-то. Но сейчас это уже на данном этапе уже не несет такой роли. Отрабатывая первый очаг с максимальной изоляцией всех контактных, мы получили выигрыш во времени более двух недель. За эти две недели мы успели подготовить два госпиталя, перепрофилировать, как я уже сказал, на базе наркодиспансера и на базе Яшкульской районной больницы. Если потребует ситуация, мы будем и дальше разворачивать госпиталя и оснащать их необходимым оборудованием и кадрами. Ну, надеюсь, что до этого не дойдет. Но готовность к этому у нас есть. Поэтому, выиграв время, мы создали тот коечный фонд и создали запас того оборудования и специалистов, которые позволят нам сейчас принимать всех больных с пневмониями и тяжелых больных с коронавирусной инфекцией и обеспечивать им полноценное лечение. То есть задачу, поставленную, которую мы ставим на первоначальном этапе, выигрыш во времени для перепрофилирования системы здравоохранения и установки ее на новые рельсы, нам это удалось сделать. Юрий Викторович, вот интересуется, какое обучение прошли врачи и проводятся ли дистанционные консультации? На сегодняшний день на портале госуслуг в разделе самообразования врачей есть специализированные курсы 36-часовые, по которым выдается, скажем так, ну и проходит тематическое усовершенствование по коронавирусу. На сегодняшний день более 50% медицинских работников в республике прошли эти курсы, сдали тесты и знают о том, как и что нужно делать при коронавирусе. Опять-таки я говорю, здесь каких-то особых знаний на сегодняшний день не требуется, потому что и путь передачи, и течение заболевания, за исключением тяжелых форм, которые составляют около 5%, типичны и идентичны ситуации по гриппу. То есть то, что необходимо делать в период эпидемии гриппа, то же самое необходимо делать и сейчас. Специфическое лечение, которое разработано на базе Министерства здравоохранения Российской Федерации, и схемы лечения, они одинаковы для лечения всех больных. Возможны нюансы при наличии сопутствующих заболеваний, ну там гипертония, сахарный диабет, когда нужно проводить коррекцию именно уже сопутствующих заболеваний. Ну для этого мы и создаем во всех госпиталях многопрофильные бригады, в состав которых ходят врач-реаниматолог, пульмонолог, терапевт, лор-врачи, которые оказывают помощь там. Поэтому многопрофильные бригады, которые созданы, повторюсь, на базе всех, но открытых госпиталей, достаточно компетентны для того, чтобы оказать помощь любому больному. Кроме этого, в рамках телеконсультаций, которыми соединены все медицинские учреждения республики, и, кстати, все совещания с главными врачами на сегодняшний день мы также проводим в режиме телеконсультации, реально видя друг друга в лицо, на экране, позволяют нам проконсультировать сейчас любого больного в любом районе республики, узкими специалистами, которые необходимо скорректировать любое лечение. Юрий Викторович, вот вопрос, может ли человек из изолятора уйти на самоизоляцию, если три теста отрицательных и имеется собственное отдельное жилье? Конечно, может. Для этого нужно обратиться к руководителю изолятора, мы возьмем его на контроль, передадим сведения в поликлинику, и человека, безусловно, отпустим домой. Вот после информации о том, что в районах, вот вы озвучили, что у нас в районах есть люди в изоляторах, тут стали поступать вопросы, подробнее рассказать о ситуации в районах. Ситуация во всех районах остается спокойной. Превышение какого-то эпидемического порога по количеству температурящих, либо по количеству обращения в медицинские учреждения у нас не наблюдается. Лица, которые взяты под наблюдение и изолированы в районах, либо на базе районных больниц, либо в специально созданных обсерваторах, на базе, опять-таки, этих районов, либо контактные по очагу инфекции, либо заболевшие в легкой форме. Ни одной тяжелой формы заболевания мы в районе на сегодняшний день не оставляем, но этого пока, к счастью, не требовалось. И если у руководства районных больниц или у специалиста в районных больниц возникнут сложности введения тех или иных пациентов, мы готовы мгновенно отреагировать и перевести их сюда. Юрий Викторович, последний вопрос. Приближается время поступления, и очень многие родители пишут нам, как можно пройти справку 086 вообще узких специалистов. Ну, давайте определимся сначала со сроками поступления, когда они будут известны, потом определимся со сроками ЕГЭ, когда они будут известны. И если потребуется, если мы установим точную дату проведения данных мероприятий, поступления выше, среднеспециальные учебные заведения, то мы можем поступить так, как, допустим, сейчас поступаем с призывом военкомата. Военкомат передает нам списки тех лиц, которые будут призваны к службе в вооруженных силах. И мы комплексно в определенное время согласовываем с ними и проводим обследование призывников. Также мы можем локально решить эти вопросы по поводу выписки справок 086 для поступления в высшее учебное заведение. То есть собрать заявление с родителей, разнести абитуриентов по времени, чтобы не создавать скучности в коридорах, строго по времени приглашать их и проводить данные исследования. То, что сейчас сделано, допустим, в женской консультации, когда три врача-узиста проводят прием строго по времени в определенное количество, чтобы беременные не пересекались друг с другом и минимизировать риск заболения. Мы готовы сделать это, в принципе, по 086 в любом, скажем так, районе республики. Сначала предварительная запись и потом строго к определенному времени вызывать людей и провести. Но, опять-таки, нужно еще четкое понимание, когда это будет поступление и в какой форме оно будет проходить. Хорошо, спасибо, Юрий Викторович. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!